МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы этого выпуска. А у нас во дворе заторы преследуют горожан даже на дворовых территориях. Дороги, которые мы выбираем, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовой о рязанских дорогах и пробках. Пляж сдан, пляж принят. В Рязани проходит приемка официальных мест купания. А теперь обо всем подробнее. Рязанские полицейские дали пресс-конференцию по безопасности отдыха детей этим летом. Особое внимание правоохранителей направлено на профилактику в местах детского отдыха. Что греха таить? Эти места отдыха детского, они же места выезд на природу людей взрослых. А из-за ветхого заборчика лагеря опьяневших и освеневших отдыхающих видно как на ладони. Полицейские обещали причину, способствующую совершению правонарушения иных преступлений устранять. Как уж это получится, скоро будет ясно. Также немало беспокойства доставляет воспитателям, например, незапланированные визиты местных или приезжих подростков, которые настойчиво желают познакомиться поближе с отдыхающими и показать себя во всей хулиганской красе. По данным полиции, к началу этого лета в регионе удалось стабилизировать оперативную обстановку по линии подростковой преступности. На, так сказать, летних правоохранительных работах планируется задействовать свыше 350 сотрудников полиции. Это участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульные, инспекторы ДПС, оперативники УГРО и другие специалисты. К слову, не секрет, что заброшенные детские лагеря облюбовали как место жительства гастарбайтеры нелегала. Да и строек в Солочинских и других наших курортных краях, увы, немало. Работают на строках все те же граждане с юга. Проверки документов показывают, все в порядке с бумагами, как правило, только у каждого пятого. К сведению, второй случай стрельбы по детям зарегистрирован в Санкт-Петербурге, как передает агентство Life News, во дворе дома по Большой Подьяческой улице в центре города пьяный гражданин Узбекистана стрелял из пневматического пистолета по двум мальчикам, которые, по его мнению, слишком шумно вели себя на детской площадке. Полицейские задержали стрелка, неработающего 30-летнего гражданина Узбекистана. Иноземный, безработный был безбожно пьян. Вот размышляя теперь родителям детей, откуда у нас взялся безработный, пьяный и агрессивный иностранец, и насколько нашей России-матушке нужны такие деятели, и почему его и ему подобных ранее не задержали, не выкинули за пределы страны доблестные полицейские. Такое положение дел как раз и провоцирует, в первую очередь, нетерпимость по национальному признаку. А добавьте еще продажность чиновников, нежелание бюрократов как следует работать, и прочие прижившиеся в нашей действительности отвратительные явления. Дорожная тема сегодня в программе представлена материалами Оксаны Тебенихиной. И вот ее первый сюжет на тему «Так и живем». Что там говорить про приезжих, когда своих хамов и хулиганов у нас хоть в бочках соли. Увы, такова сейчас норма жизни. Жители двух домов на вокзальной утром понедельник попали в пробку в собственном дворе. А дело было так. Вот этот грузовик встал на проезжей части по причине того, что белый «Шевроле» преградил его путь к строительной площадке. Машина большая, и разъехаться с припаркованной легковушкой было чревато большими потерями. С другой же стороны двора поперек дороги вальяжно расположился монтажный кран. Одному из жильцов дома срочно потребовался кондиционер. Вот кран, как говорится, и держал вверх во дворе. Старший монтажник своей вины в том, что люди не могут уехать с собственного двора, не усмотрел. Посему виртуозные матерные оскорбления сыпались на несчастных водителей с третьего этажа могучего крана. В конце концов, спустя 40 минут подвинуться ради местных жителей решил именно КАМАЗ. Водители, вздохнув с облегчением, но опоздав на работу по полной программе, покинули двор. Вот так и живем. Таким было начало выезда на работу нашей съемочной группы. Главная задача – подготовить репортаж на другую дорожную сему о визите в Рязань руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта. Кстати, свое общение с прессой федеральный чиновник начал с рассказа о том, как стоял в пробках и в столице, и в Рязани. Так что на собственном опыте он испытал, что это такое и почему надо активно сотрудничать с местными властями для организации эффективного дорожного движения. Глава Росавтодора вместе с губернатором Олегом Ковалевым осмотрели самые масштабные строящиеся дорожные объекты. В первую очередь делегация посетила строящуюся стоянку для ближегрузного транспорта и выезда от нее на трассу М-5. Далее последовала транспортная развязка на 182 и 184 километрах М-5 и объекты северного обхода Рязани. Мы сегодня смотрели объекты, как такие, которые реализуются за счет федерального бюджета, так и объекты, которые реализуются субъектом Российской Федерации, Рязанской областью, с привлечением субсидий с федерального бюджета. Таких объектов достаточное количество, мы сегодня много их посмотрели. Как идет строительство, реконструкция, капитальный ремонт, работы по проектированию у нас в этом году, контракты будут подписаны. Роман Борисович, сколько на 2013 год у нас? По федеральным 1,4 млрд рублей федеральных средств в этом году будет использовано в Рязанской области. У нас в этом году начнется проектирование развязки в районе Михайловского шоссе и мы обсуждали на следующий год перспективу проектирования, начало проектирования развязки в районе Куйбышевского шоссе. Здесь есть сложности, сложности, связанные с тем, что невозможно до бесконечности расширять финансирование. Но я думаю, что, Роман Владимирович, если меня поддержит, мы вместе как-то решим проблему с тем, чтобы вот та подрядная организация, которая сегодня работает в Дягилево, что она плавно завершая здесь, перейдет в район Михайловского шоссе и затем в район Куйбышевского шоссе. На развязке трассы М-5 планируется строительство тоннелей шириной в шесть полос. Также появится надземный переход и четырехполосная эстакада. Материалы все заготовлены, имущественные вопросы решены, проблемы по переносу сетей также решены. Поэтому есть уверенность, что сроки, которые мы сегодня проговорили, они будут выполнены и объекты будут введены в эксплуатацию на радость и горожанам, и жителям Рязанской области и транзитный транспорт. Пока строительство объектов идет в срок. Сдача самого последнего планируется к концу 2015 года. К другим темам. Сегодня в Рязанском радиоуниверситете прошла защита дипломных работ первых специалистов по связям с общественностью. Во многом эти новые центурионы пиара, коллеги, журналистов, наше будущее информационной надеждой опоры. А потому первый выпуск не остался без внимания прессы. Преподаватели кафедры политологии и социальных наук Рязанского радиоуниверситета называют первый выпуск специалистов по связям с общественностью знаковым не только для своего учебного заведения, но и для города в целом. Профессия пиар-менеджера становится востребованной на современном рынке труда. В западных странах практически в каждой организации есть штатный сотрудник для общения с прессой и работы с посетителями. В России же руководители предприятий еще не вполне осознали нужность труда специалистов по работе над имиджем организации. С одной стороны, у нас рынок пиар-специалистов достаточно еще не развит. Отсюда специалисты требуются. Но, правда, возникает в том, что так как он не развит, во многом многие руководители предприятий до конца еще не осознали важность человека, который бы этим занимался. Поэтому многие наших руководители предприятий, они, во-первых, не могут понять, чем специфика пиара, они считают, что это, во-первых, очень легкая деятельность, они сами могут все там надо делать и так далее. Были очень интересные лекции, интересные семинары, было очень много практики. Интересные места подбирались для прохождения производственной практики. В принципе, за эти пять лет мы получили хорошие теоретические навыки и хорошие практические. Преподаватели кафедры говорят, что дипломные работы студентов выполнены на высоком уровне. Новая профессия приживается в Рязани. И уже в этом году на кафедре политологии и социальных наук вновь формируют группы на специальность по связям с общественностью и управлению персоналом. Защитив дипломы, сдав экзамены, дождавшись отпуска, куда летом направляются люди? В жару и духоту. Понятно, к реке или озеру. В Рязани популярностью в плане отдыха давно уже стал Барковской карьер. Это официальный горпляж, а потом и принимает его к сезону строгая комиссия. С карьера. Репортаж Оксаны Тебенихиной. Долгожданный пляжный сезон нынче объявляется открытым. На Барковском карьере практически все готово. Осталось дождаться летной погоды и можно наслаждаться теплым песком и прохладной водичкой. Комиссия от администрации города и МЧС проверяет все. От документации до наличия спасательного жилета. Арендатор пляжа к такому подходу власти относится со всей серьезностью. Еще бы, ведь одна маленькая оплошность и кто-то может покалечиться, а пляжному начальству штраф, а то и суд. На пляже будет оборудован так называемый детский лягушатник. Уже стоят раздевалки и шатры. Радует, что последние годы в нашем городе начали хоть немного задумываться о досуге рязанцев. Хотелось бы, конечно, чтобы и наши земляки начали соблюдать порядок на пляжах. А пока отдых и пьянство на свежем воздухе для многих понятия полностью одинаковые. На сегодня все. До встречи завтра, как обычно, в программе телекомпании «Город. Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова